Стыковка видео на таймлайне или попросту говоря монтаж сочетает в себе массу переходов между первым кадром, вторым, третьим, четвертым и так далее. Поэтому очень важно эти самые переходы делать красиво, быстро, круто и самое главное адекватно. В одном из прошлых уроков я рассказывал о том, какими бывают переходы. Также я упомянул такой метод их создания, как пресет в паке. Это готовые наборы переходов, по тысячу штук в каждом они легки в использовании и дают крутой, реально офигенный результат. Но, если их правильно использовать. Мне очень часто подписчики присылают свои видео на разбор, и я уже пересмотрел огромное их количество и пришел к неутешительному выводу. 85% начинающих, да и не только начинающих видеомонтажеров совершенно неправильно подходят к использованию того или иного перехода. Поэтому я решил записать этот видео урок, в котором расскажу, как с помощью переходов улучшить ваше видео, а не угробить его. Всем привет! Для начала давайте посмотрим, как делать не нужно. Я в недавнем времени был в Припяти, так что будем использовать футажи оттуда. Итак, давайте посмотрим, повторюсь, как делать не надо. Как видите, вроде бы и футажи красивые, и место интересное, и музыка атмосферная, и цветокоррекция нормальная. Но, действительно, это все выглядит, как какое-то дешевое слайд-шоу. Давайте посмотрим, правильный вариант. Я не говорю, что есть что-то категорически правильное и категорически неправильное. Я хочу сказать, что монтаж это процесс все-таки творческий, и какие переходы вставлять, решать именно вам. Но само название этих переходов, seamless, оно означает бесшовный. То есть мы должны стыки вот этих вот в видео максимально сгладить так, чтобы их не было заметно. И, следуя моим советам в данном видео уроке, у вас это получится. Давайте начнем с установки пресет пака. Итак, для этого в видео урок я буду использовать пресет пак переходов, который я нашел на видео хейв. Я просто зашел на этот сайт и выбрал топ-селлерс, то есть топ продаваемых айтемов, и просто ткнул на первое место. Что достаточно логично. Если это товар на первом месте, значит его чаще всего покупают, комментируют и так далее. Здесь у нас есть на странице превьюхи переходов. Мне они понравились. Качество анимации, в принципе, отличное. И что мне еще понравилось, у нас целых 15 вариантов разрешений, что удобно. Вы не подумайте, это не реклама видео хейв. Мне никаких денег не платит, к сожалению. Но, тем не менее, давайте приобретем этот пак и на основе него начнем установку и работу. Итак, после того, как мы произвели покупку, мы скачали вот такой вот архив. Его надо открыть. И, естественно, содержимое этого архива разархивировать. Я использую программу WinRAR. Тут очень важный момент. Если у вас есть SSD, то желательно распаковать эти переходы на этот диск. Потому что в дальнейшем мы будем часто с ними работать. И желательно, чтобы они находились на самом быстром накопителе. Ну и если у вас SSD нету, то хотя бы, чтобы ваш жесткий диск имел минимум 7200 RPM. Что это такое и как это посмотреть. Google в помощь. У меня на диске C место есть, поэтому я создал папку Transitions. И сейчас туда мы распакуем этот архив. Итак, после распаковки давайте посмотрим, что же у нас находится в этой папке. У нас находятся проекты переходов, ссылки на туториалы. LumaFate Transitions, о которых я расскажу в дальнейших видеоуроках. И футажи, которые используют эти самые переходы. Всякие звуки, гличи, оверлей и так далее. Здесь бы хотелось остановиться и рассказать вам, что такое эти все пресет-паки, которые вы видели в интернете. И данный пресет-пак. Потому что некоторые люди очень часто их активно используют. Но из-за того, что они не понимают, что это такое, они сталкиваются с рядом ошибок. С 2015 или 2016 версии, если мне память не изменяет, Adobe Premiere Pro разрешил пользователям работать параллельно с несколькими проектами. То есть, если раньше мы могли открыть один проект, и чтобы открыть второй, нам надо было закрыть предыдущий. То сейчас мы можем открыть один проект, открыть второй и работать в них параллельно. И что самое главное, мы можем импортировать один проект в другой. Собственно говоря, на этой фиче некоторые умельцы решили создавать паки переходов. И это достаточно крутая идея. Потому что они, по сути, создают проект, в котором создают Adjustment Layer, то есть корректирующие слои. На которые набрасывают эффекты Blur, Transform и так далее. Если эти корректирующие слои, как мы уже с вами знаем, перетащить над видеофутажами, они взаимодействуют с ними. То есть, по сути, все паки переходов являются собой проекты с таймлиниями, на которых расположены Adjustment Layer. Очень важно, чтобы разрешение вашей таймлинии соответствовало проекту, который вы импортируете с переходами. К примеру, если у вас таймлиния Full HD 1920 на 1080, то вы импортируете проект Full HD. Если у вас HD, значит HD и так далее. Это очень важно, иначе в противном случае переходы будут не работать или работать некорректно. Так как это проекты, то, по сути, никакой установки они не требуют, это не плагины. Но, тем не менее, перед использованием надо произвести несколько манипуляций. Давайте откроем проект Full HD, потому что в рамках видеоурока я буду работать с Full HD секвенцией. Запускается Adobe Premiere Pro. Если вы работаете в свежей версии, то она предложит пересохранить проект переходов в, собственно говоря, в новой версии. Здесь ничего страшного нет, мы нажимаем ОК. У нас добавляется вот такая вот единичка к этому проекту, мы нажимаем ОК. Сейчас проект ищет все футажи, о которых я говорил ранее. Все эти звуки, гличи, оверлей и так далее. Итак, открылся проект, мы видим, что здесь у нас есть 4 папки, но работать мы будем только с третьей, это Transitions. Также есть еще тут Motion Presets, пресеты движения, Color Presets, насколько я понял, здесь еще есть какие-то пресеты цветокоррекции и Change Resolution. Но, повторюсь, нас интересует только папка Transitions. Мы ее открываем и здесь у нас есть 16 видов всяких переходов. Зумы, гличи и так далее. И если мы клацнем IconView, то мы сможем делать предпросмотр этих самых переходов. Например, Zoom. В каждой папке есть еще подвиды этих переходов. И, к примеру, давайте клацнем первый. И мы можем увидеть, что здесь мы можем сделать предпросмотр этих переходов. И когда мы его откроем, мы обнаружим, что, по сути, это секвенция, как я уже говорил, вместе с Adjustment Layer. И с видео, которое у нас находится на первом слое. Если мы его отключим, то мы будем видеть только Adjustment Layer. Давайте включим обратно и пересохраним этот проект. Нажимаем Save As. Нажимаем Save и перезаписываем тот проект, который у нас был. То есть мы его таким образом обновляем, сохраняем, чтобы в следующий раз, когда мы его открываем, медиафайлы подтягивались автоматически. Теперь мы этот проект с легкостью можем закрывать и открывать наш. Итак, у нас открылся проект, в котором мы будем работать. Можно посмотреть, что секвенция, Sequence Settings, то есть настройки секвенции у нас 1920 на 1080. Значит, нам надо импортировать с точно такими же параметрами проект переходов. Как мы это делаем? Все достаточно просто. Мы берем, открываем и мы видим вот наш с единичкой проект, который мы пересохранили. И просто берем и перетягиваем в окно Project. То есть вот сюда. Когда мы перетягиваем, возникает вот такое вот окошко. Что же нам надо здесь выбрать? Import entire project, то есть импортировать целиком весь проект. Затем Create folder for important items, то есть создать папку для того, что мы импортируем. Также надо поставить галочку обязательно Allo Importing Duplicate Media. И нажимаем ОК. И ждем, пока файлы импортируются. И как мы видим, когда мы импортируем проект, он даже уже не спрашивает, где расположены футажи, потому что он это знает по умолчанию, потому что мы этот проект пересохранили. И почему я застряю на этом внимание? Потому что с момента выхода прошлого видео, в которых я рассказывал про пресет паки переходов, очень много людей сталкивались с проблемой, что им надо было линковать все футажи отдельно. Итак, у нас появилась папочка с переходами. Мы ее открываем в новой папке. И здесь мы делаем вид Icon View. То есть, чтобы смотреть сразу предпросмотры. Что же мы будем применять? К примеру, я хочу применить перспективу, потому что здесь у нас два кадра. Один общий и затем более крупный, одного и того же дома. И, допустим, я хочу применить перспективу. Перспектив in, то есть мы будем влетать. И давайте посмотрим, чтобы это было в том же направлении, в котором находится наше окно. И что мы теперь делаем? Мы берем и перетаскиваем эту секвенцию на нашу таймлидю. Но мы видим, что секвенция перетащилась вместе с футажом, который нам по сути не надо. Тоже очень часто мне пишут, спрашивают Рома, как убрать вот эту вот картинку космонавтов, поездов, которые перетаскиваются вместе с этим транзишном. Мы увеличиваем и если у вас перетащилось, мы просто удаляем и видим, что переход он по сути применился. Еще, что очень важно, нам надо вот эти вот стыки ставить непосредственно на стык нашего видео. Если у вас это все не линкуется, а просто вот ездит вот так вот и вам сложно попасть, то удостоверитесь в том, что магнитик у вас горит синеньким. Также, что сделать, чтобы не перетаскивался футаж? Чтобы мы не тратили время на его удаление. Мы просто берем и отключаем V1. Потому что, по сути, у нас здесь есть уже видеоряд. Мы берем, перетаскиваем и вуаля, у нас переход перетащился без футажа. На самом деле, вы думаете, что это какая-то секунда там его удалить, но на самом деле, если вы работаете с каким-то большим проектом, вам надо его срочно сделать, то даже секунда сохранит вам время. Что делать, если переход у вас перетягивается не по слоям, а просто вот целой вот секвенцией? И вы ничего здесь не можете сделать. Даже удалить вот этот вот футаж, никак не откорректировать, вы не видите, где центр. Что в таком случае делать? Значит, скорее всего, у вас нажат вот этот вот параметр, который говорит insert and override sequences as nest. То есть, он, по сути, разрешает перетаскивать на тайм-линию другие секвенции, только в виде nest-композиции. Поэтому, если у вас наблюдается такая проблема, то мы берем и делаем так, чтобы вот эта вот иконочка не горела синим. Перетаскиваем и вуаля, у нас перетаскиваются переходы. Как видите, в принципе, с переходами работать достаточно легко. Устанавливать их не надо, перетаскивать их тоже достаточно быстро. Но основная проблема, о которой я хочу поговорить сейчас, это уместное использование этих переходов. Как вы видели в начале, я показывал вам футаж с неправильным использованием этих переходов. Давайте я расскажу вам, почему я считаю, что это не смотрится, и почему это не есть хорошо. И потом мы посмотрим, как и где их нужно использовать. Это самое главное. Итак, вот наша секвенция с неправильным набором переходов. И согласитесь, она выглядит как какое-то дешевое, не атмосферное слайд-шоу. Итак, самая первая ошибка, которую люди совершают, используя такой популярный переход, как Zoom Out или Zoom In. Ну, по сути, увеличение картинки, да? Допустим, у нас есть два кадра. Один более общий и второй более крупный. Иногда люди просто не задумываются и не могут связать эти два кадра между собой. Такой логично. К примеру, здесь ошибка то, что мы наоборот не зумимся к окну, а мы наоборот удаляемся от него. И получается вот такая вот билиберда. Самое первое, что вы должны делать, используя Zoom In и Zoom Out, это подбирать естественно подходящие кадры. Здесь мы можем использовать Zoom In или же перспективу. Перспектива это когда у нас задается движение, ну, хоть фейковое, но какое-нибудь движение камеры и движение направления кадра, то есть перспектива. Берем, удаляем наш старый переход и перетаскиваем новый. Нам надо место, куда мы зумимся. Таким образом мы показываем, что из предыдущего кадра мы сделали увеличение, мы сделали зум, мы перешли в следующий. У нас с собачки переходит на достаточно крупный план елочки. Ошибка здесь заключается в том, что здесь мы использовали, во-первых, вот это вот бешеное вращение, которое вообще не подходит сюда, да? Потому что у нас достаточно статичные кадры, и у нас это вращение никак не обыграно художественно. И что еще здесь лишнее, естественно, это разноцветные лайтлики. Лайтлики или засветы от солнца, естественно, и крайне желательно использовать там, где у нас есть какой-то источник света. Фары автомобиля, солнце, какие-то осветительные приборы, от которых гипотетически может произойти вот это вот свечение в кадре. Здесь же мы никакого источника света абсолютно не видим. Погода мрачная, тусклая. Здесь тоже никакого солнца нет, поэтому я считаю, что этот переход использован неправильно. Так как эти кадры, они не связаны между собой, то, в принципе, здесь можно использовать какой-то фейдик. Например, фейд через затемнение. И дополнительно блюр. Потому что здесь у нас размытый фон, и, в принципе, на расфокусе мы можем сыграть. Снова же, кадры между собой не связаны. Вот это вот вращение здесь, естественно, лишнее. Кружится немножечко голова от того, что мы меняем полностью всю эту перспективу, поэтому тоже, я считаю, этот переход здесь использован некорректно, неправильно и не к месту. Удаляем. И давайте посмотрим, какой переход здесь может подойти. Здесь мы можем использовать достаточно какой-то интересный переход, например, камера. Затем снова же мы повторяем ту же ошибку. У нас вот этот вот кадр, этот кадр крупнее, и идет он с левой стороны. И мы здесь делаем зум аут. Естественно, нам надо здесь сделать зум ин, или перспективу. Это RLS дуга. А затем у нас идет рыжий лес. Это разные локации, и, к примеру, я хочу их отделить. Поэтому здесь можно поставить снова же фейд. Если вы хотите использовать один и тот же переход, и вам лень идти его искать вот здесь в папке, то мы выбираем его, зажимаем Alt, нажимаем левую клавишу мышки, и просто берем и перетаскиваем. И таким образом мы копируем этот переход, и он у нас сохранился вот здесь. В этом паке около тысячи переходов. Естественно, про каждый переход я рассказывать вам не буду. Действуйте методом научного тыка. Смотрите и изучайте. С этой секвенцией покончили. Мы ее немножечко исправили. В этом паке у нас есть 16 видов различных переходов, с которыми вы можете ознакомиться, просто на них посмотрев. Но независимо с каким паком вы работаете, эти переходы несколько похожи. Поэтому давайте быстренько пробежимся по всем папкам, и посмотрим, где же эти переходы лучше всего использовать. Итак, первое. Зум. Если у нас есть какой-то общий кадр и какой-то крупный кадр, то, естественно, мы можем зумиться. И точно так же мы можем делать зум-аут. Глич. Очень часто мне присылают видео, где красивые, спокойные кадры природы. И все убивает ужасный глич с дисторшенами. И когда я спрашиваю, зачем ты поставил этот переход здесь, обычно говорят, ну я не знаю, типа прикольно. Я считаю, что переходы, они должны быть обоснованы. Если ты хочешь показать, что эта природа на самом деле находится в какой-то матрице, и это все дает программный сбой, тогда, пожалуйста, используй гличи. Это художественный прием. Но если ты хочешь, наоборот, показать природу, какая она красивая, спокойная, то гличи здесь использовать неуместно. Гличи это цифровая техника, техническая такая тематика, урбантема, и также в спортивных каких-то промо-роликах, как делал я. Флэт. Это если у нас камера движется в каком-то направлении, в следующем кадре наша камера продолжает двигаться в точно таком же направлении. И мы просто берем и подбираем направление флэта, например, вправо, налево, вниз, вправо, вниз, влево и так далее. И таким образом делаем вот такой вот интересный переход. Четвертый. Камера. Это достаточно художественный переход, можно его использовать, в принципе, где захотите. То же самое касается варпа. Спин. Если у нас в видео есть какие-то круглые предметы, например, у нас здесь есть колесо, и мы делаем такой спин-ин и спин-аут. Перспектива. Перспектива отчасти напоминает то же самое, что и зум, но с одной лишь поправочкой, что перспективу мы можем менять направление. То есть, если мы зумиться можем только в центр, и зум-аутиться, так сказать, тоже из центра, то перспектива это зум в каком-то определенном направлении. Стрейч. Это растягивание, тоже, в принципе, достаточно художественный прием. И панорамик. То же самое, как и флэт. Панорамик мы можем использовать только там, где у нас совпадают движения камеры. То есть, сделать, так сказать, матч-кат по движению камеры. Шейки. Достаточно универсальные переходы, которые можно использовать зачастую во всяких музыкальных клипах и так далее. Про лайтликс мы тоже уже говорили. Лайтликс лучше использовать только там, где у нас есть в кадре хоть какой-то источник света. Солнце, фара автомобиля, источники какого-то освещения и так далее. Фейк. Это когда мы хотим отделить, поставить запятую или точку между кадрами и между локациями. Сплит. Достаточно модный прием для всяких фэшн и промо-роликов. Единственное, что мне очень режет глаз, когда такие сплит-переходы ставят на каких-то спикеров или на каких-то людей. То есть, мы по сути разрезаем человека. И это выглядит крипово, страшно и некрасиво. Поэтому сплиты лучше использовать на каких-то тачках, автомобилях, на каких-то, может, даже природных кадрах. И в урбан тематике. Но, пожалуйста, не разрезайте людей. То же самое касается и в страйпсов. Стекло тоже. Если у вас есть какое-то окно, вы хотите показать разрушение и, не знаю, как-то обыграть этот переход. Но, если честно, лично я его редко использую. Итак, мы быстренько прошлись по всем 16 видам переходов. И, в принципе, снова же повторюсь, во всех пресет-паках, независимо этот или вы какой-то другой выберете, правильность использования всех вот этих переходов, она крайне важна. Также в одной из последних версий Adobe Premiere Pro вы можете столкнуться с данной ошибкой. Как ее исправить? Мы переходим в Edit, Preferences и переходим во вкладку Media. И здесь надо убрать галочку Enable Hardware Accelerated Decoding. Также очень важный момент. Если вы используете каше, то есть вы видите, что у меня здесь сверху и снизу есть черные полосы, я с помощью ColorMate сделал их, то если вы будете переходы использовать наверху, он будет задействовать, естественно, нам и наши каше. То есть берите и создавайте каше, вот эти вот черные кинематографические полосы, очень-очень высоко, чтобы у вас цветокоррекция и вот эти вот переходы, их не затрагивали и оно не выглядело вот так вот непрофессионально. Естественно, если вы не задумали иначе. Кстати, один очень важный нюанс. Как вы видите, у меня здесь есть 4К файлы на Full HD секвенции. И чтобы они отображались в нормальном размере, я поставил Scale 50. Также, если я захочу изменить Anchor Point, это тоже может повлиять на адекватность и корректное воспроизведение всех этих переходов. Поэтому такое желательно не делать. У вас должны быть Full HD файлы на Full HD секвенции. 4К файлы на 4К секвенции, чтобы все работало четенько. Ссылку на скачивание этого пака я оставлю в описании к видео. Переходите, смотрите, приобретайте. Как мы видим, если немножечко разобраться, то эти паки действительно как волшебная палочка могут улучшить ваш видеоряд. Но только, естественно, в умелых руках. Итак, в данном видео уроке мы с вами узнали, что такое пресет паки. Мы научились их устанавливать. Мы научились их правильно использовать. Я разобрал самые популярные ошибки, с которыми вы сталкивались и писали мне. А также я рассказал вам, как и где можно использовать тот или иной переход. И в какой ситуации он будет смотреться органично и натурально. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите комментарий. Это было бы вообще офигенно круто. До скорых встреч. Не тупейте и не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok